Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», с вами Николай Пивненко. Сегодня мы поговорим о ситуации в городском округе Люберца с точки зрения правил и соблюдения правил дорожного движения, что происходит у нас по системе ГИБДД. Я очень рад приветствовать в студии начальника отдела ГИБДД межмуниципального МВД Российской Федерации Люберецкая, полковника полиции Илю Викторовича Атаманова. Здравствуйте, Илья Викторович. Добрый день. Я почти правильно назвал. Цифр много в названии наших уважаемых полицейских. Давайте перейдем к цифрам, которые называются «Статистика». Насколько мы сегодня и водители, и пассажиры, и пешеходы хорошо себя ведем с точки зрения ГИБДД в городском округе Люберца? Вы очень правильно задали вопрос с точки зрения оценки ситуации. Пока статистика остается одним из критериев в оценке того, что происходит на дорогах нашего района. Здесь в целом такая намечается оптимистичная ситуация. На примерно 20% ДТП без пострадавших, при том, что абсолютная цифра текущая, это практически 1960 ДТП таких, но это на 20% меньше, чем в прошлом году. Это за один год, да? За 19-е? Мы сейчас говорим за 20-е. За 20-е, все, я понял. То есть это вот уже. У нас в среднем к концу года цифра колеблется в последние годы от 8 тысяч до 10, в зависимости от ситуации на дорогах. Тенденция к снижению ДТП без пострадавших, она идет на протяжении последних 5-6 лет, что в целом говорит о том, что возросла культура управления транспортными средствами, и как следствие уменьшается количество ДТП с пострадавшими. И статистика говорит ровно об этом же. То есть если в прошлом году у нас было 45 ДТП с пострадавшими, то в этом году их только 40. Вроде как небольшая разница, но это за каждым ДТП с пострадавшим, это вот... Человеческая жизнь. Жизнь, горе, ну... Проблемы и так далее. Трагедия, да. Поэтому вот эта тенденция, она радует, и я вижу так, что в дальнейшем, вот с учетом всего того комплекса мер, которые отрабатываются всеми органами исполнительной власти, мы на этом еще отдельно остановимся, я думаю, что эта тенденция будет сохраняться. Да, мы об этом поговорим, потому что здесь много и человеческий фактор, и технический фактор, много аспектов, которые, мне кажется, будут интересны нашим зрителям. И все же, кто сегодня больше нарушает правил? По-прежнему все-таки водитель, по-прежнему люди, которые находятся за рулем, или пешеходы тоже. Я к чему просто веду? Мы очень часто видим, что, например, есть города в мире, где люди ждут, даже если нет ни одной машины, и вообще может не проехать за один час, но горит красный свет, человек стоит, ждет. У нас такого нет. У нас как только машина где-то даже уже еще начинает выяснять, ага, успею, не успею, то есть пешеходы улучшили свое поведение, или с ними пока потяжелее ситуация? Вы удивительно четко формулируете, да, и оцениваете ситуацию. Это одна из двух основных причин моего здесь присутствия, потому что я, глядя на цифры статистики, и вообще вот мне, честно скажу, прям боль от душевной, профессиональной, человеческой, глядя на то, что у нас происходит ситуация с дорожным происшествием, с участием пешеходов. Из тех 45 ДТП с пострадавшими, 30 это ДТП с участием с пешеходов. Причем они настолько характерны, к сожалению, я констатирую тот факт, что пешеходы, даже являясь, ну, будучи невиновными в самом ДТП, вообще не понимают, как себя вести на дороге. И все мои обращения, и в том числе при помощи средств массовой информации с конца прошлого года, я понимаю, что здесь какая-то вот инертность в общественном сознании, она присутствует. Пока эта инертность, с ней что произошло? Люди поняли, что они, пешеходы, пользуются преимуществом перед машинами. Да, я всегда номер один, машина номер два. И вот этот вот извечный конфликт по Ильфу и Петрову, пешехода и водителя, он вот прям, вот, отыграли они вот всю свою правоту, они отыгрывают прям все, что накопилось за день, все недовольство, все проблемы, все мировосприятие. Оно все, вот, оно прям, это, знаете, вот прям пешеходный переход, это такая своего рода социальный срез происходящего на дороге. Потому что если человек, забыв о законах физики, подходит к пешеходному переходу, ощущает себя участником перехода Моисея через океан, когда растут... Чтобы все остановится, да. Да, все остановится. Ну, какие-то, да, вопросы. А дальше что получается? Водитель такой же человек, как и тот, который идет по пешеходному переходу. Только за рулем, да. Да, только за рулем. У него. Он поругался на работе, он поругался в семье, у него проблемы со здоровьем. Ему позвонил кто-то. Так, да, это еще одно. Как у нас было в прошлом году, ему, это, водителю газели позвонил кто-то, он посмотрел телефон, посмотрел на дорогу, и вот она, женщина с коляской. И потом, и как же так? Что такое в Люберцове происходит? Это все очень просто. В чем простота? Сейчас я остановлюсь отдельно. Плюс, вот это вообще вот самое, самое занимательное место во всей этой истории. Почему все забыли о законе физики? Вот прям я просто, для меня это прям загадка. Прям вот почему все у нас с средним образованием, и все понимают, что машина, да, там дальше прям простая математика начинается. Пусть он даже его там за 20 метров он видит, плюс скорость машины, плюс время принятия реакции, время нажатия на педаль, время срабатывания. Тормозной путь, все дела. Тормозной путь. И вот оно опять вот то, о чем мы говорим. То есть люди не думают не то, что даже о своей жизни, а вообще, ну как говорится, не думают, вот и все. Вот они вообще не хотят правильно оценивать ту ситуацию. И пока я разговаривал с одним своим другом, который вырос за рубежом, является здесь руководителем одного из предприятий на территории, соседнего муниципального образования. Они обсуждали эту ситуацию, он и сейчас частенько бывает на родине, это Германия. Что, говорит, происходит в Германии? И вот мы сейчас просто поймем, в чем социальные корни вот этого происходящего. Там детей с детства учат. Мы, наверное, к этому тоже придем. Подходит ребенок к пешеходному переходу, поднимает руку. Тем самым он, причем он поднимает руку и ждет ответной реакции, чтобы остановились машины. Тем самым он показывает участникам дорожного движения, водителям, что он собирается переходить. Водитель, соответственно, понимает, что это ребенок не просто мимо идет, что он полон решимости перейти. Что он готов, да, существует переход, да. Это святое, надо остановиться и его пропустить. Что происходит с возрастом? Ребенок становится возрастом, человек понимает, что должна быть ответная реакция. Не то, что я там подошел и пошел. Он подходит, он смотрит. Смотрит на водителя, смотрит на машину. И, соответственно, появляется обратная реакция. И он переходит. И вот эта вот культура, привитая с детства, она проецируется дальше на взрослую жизнь. Мы пока дальше о том, о чем мы говорили. А у нас, знаете, как у нас... Наши бессмертные пешеходы. Да. Дальше по классике. Капюшон, наушники. Да, да, да. Я иду. Ну, иди, пожалуйста, нет вопросов. Вы знаете, я часто замечаю, что вот культура переходов с точки зрения водителей, потому что я и пешеход, и водитель одна, одновременно... Та же история. Да. Я прекрасно понимаю, что все-таки потихоньку начали нас приучать водители, что подъезжаешь к пешеходному переходу, ну, хотя бы притормози, даже если никого рядом нет. Но очень часто видим, как пешеход, вот он идет, вдруг там, ну, разные же бывают переходы, да, это тоже такой разговор, как правильно их сделать. Вот он из-за угла вышел и топает, как будто бы, как ни в чем не бывало. Действительно, в капюшоне, значит, сколько уже тоже пострадало с наушниками. Телефон, наушники. Да. Означает ли это? Может быть, в школе вести прям предмет под названием уличное движение? Были такие же предложения? В рамках ОБЖ, в рамках дополнительных занятий. Мы это сейчас, вот я могу вам на этом подробнее остановиться, но раз вы спросили, понимаете, вот сразу приходит на ум ДТП с участием ребенка, вот, опять же, не в Люберецком муниципальном округе, а в соседнем муниципальном образовании. Приезжаем на ДТП. Мальчик прям вот умница, пятый класс, у него каникулы. Они с ребятами там бегали, смотрели на одну очень интересную вещь, тут не в эфире будет сказано. И они вот счастливые, под этими эмоциями бегут, перебегают дорогу. Он выбегает из-за стоящей на обочине машины, попадает под колеса, там, семейство ехало с магазина. Причем это все есть видео, вот этот вот, весь вот этот крик, вот весь этот ужас. Ну, слава богу, вот, токенная шишка. Ну, повезло. Да, на лбу. И как бы вот и слезы, и недоумение, и все. В рубахе родился, про таких говорят. Да. Причем на видео такое впечатление, ну, все вот уже, прям, дальше уже хуже ничего не может быть. Начиная с ним беседовать, это вот теперь ответ на ваш вопрос. Так. Он рассказал, какая у него учительница, вот. Выяснилось, что он отличник, что ему, там, родители за обучение подарили самака, вот. Что он вообще все знает, он понимает, что надо посмотреть туда, посмотреть сюда. Но это ребенок. Он об этом не задумывается. То есть его, тем более, это внутридворовая территория, по сути. То, что это рядом сквозная дорога, там, от одного торговых центров, это вот уже второй вопрос. Но это, там нет, там, пешеходного перехода. Ребенок не задумывается. Поэтому далеко ходить не надо. Опять же, вот недавно было ДТП уже в городе Люберцы. Ребенок ехал со школы на самокате. Сто процентов вина водителя. Сто процентов. Но, опять же, он посмотрел, что слева все нормально. И он решительно переезжает. Во второй половине дороги у него не сработало среки поведения, что надо еще и направо посмотреть. И убедиться, что там тоже все нормально. Там горячий парень, ехал, у него проблемы в семье, ему надо было срочно ее решить. Он просто задумался. Он просто задумался, он думал о своем, он просто не успел. Машина 20 метров на юз тормозила. Мы, подводя итог этому сказанному, о чем говорим? Мы можем их учить, и будем учить, и учим. Но пока еще модель поведения четкая, вот подошел к дороге, я делаю так. То есть инстинкт должен быть правильный. У нас еще не заложено. Плюс это еще накладывается, если говорить про детей. Что бы мы ни делали, мы знаем, это аксиома, которая не подлежит обсуждению. Что бы мы ни делали, если мы ребенку в школе рассказываем, что надо делать так, но сами не будем переходить, как положено, проезжая часть, и не заострять на это внимание, модель поведения не сработает. Пример. Это называется родительский пример. Да. Вот что бы мы ни делали. Все равно дети будут вести себя так, как мы ведем себя. Поэтому огромная работа проводится. Причем она проводится и в рамках социальных программ. У нас сейчас просто великолепно на государственном уровне безопасные и качественные дороги, федеральная программа, которая там вот по всем направлениям отрабатывает ситуацию с безопасностью на дорогах. У нас региональная программа безопасности дорожного движения. У нас ежемесячные идут раунды социальные, которые разнонаправленные. Сейчас в том числе идет раунд, направленный на сохранение именно детей и пассажиров. То есть акцент на этом внимания. Ну, то есть, скажем так, и родительская история, и, я так понимаю, работа со школьниками. Вообще всех направленных. На каникулах, и не только на каникулах, правильно? Совершенно верно. То есть от того, что мы работаем и непрестанно, но при этом еще сознание до конца, вот не всех участников дорожного движения, оно не подошло к тому, что, то, о чем я говорил. Вот возвращаясь. Я даже на своем примере. Вот я в себе эту модель с конца прошлого года, поведение на дороге, потому что я каждый день, так у меня связан маршрут движения, что я перехожу пешеходный переход в поселке Малаховка. Тренируетесь? Я, да, я на себе проверяю, как это работает. Вот поймите, это приятно. Подходишь к пешеходному переходу, находишь глазами, как минимум, машину. Но я стараюсь, ну, все-таки я иду утром, когда было темно, все равно это работает. Работает, работает, потому что мы, опять же, как минимум, мы понимаем, что происходит с машиной, остановилась она или нет. Вообще, я стремлюсь найти глаза водителя. Ну, да. Понять, видит он меня или нет. Только после того, как я понимаю, что у меня визуальный контакт с водителем, с машиной произошел, у меня есть понимание того, что он меня пропускает, а не то, что я там, я там такой безделовой, перехожу через дорогу с телефоном. Вот. Только после этого я продолжаю движение. Причем вот эта вот волшебная связь, когда я ему киваю, улыбаюсь, он мне кивает и улыбается в ответ. И еще показывает, показывает там, пожалуйста, это вот, это маленький… И вы ускоряетесь, потому что ему же надо ехать, чтобы побыстрее. Да, мне надо его… Это вежливость. Да, вежливость и уважение к нему, как тоже, как участник в движении, я перехожу дорогу. Вот я каждый день эту модель на себе отрабатываю. Во-первых, я понимаю, что я уже по-другому не могу переходить дорогу. Во-вторых, я вижу, что она работает. Хорошо, это замечательно. Мы сейчас выяснили, первая часть так быстро пролетела, что интересно, когда с человеком, работающим в ГИБДД, мы говорим о пешеходах. Но, видимо, пришло время. Это действительно так. Во второй части мы сейчас поговорим еще так в режиме БЛИЦ, потому что вопросов, как бы, эти много, а у нас времени так мало. Я люблю на тему ГИБДД говорить часами. Поэтому сейчас сделаем небольшой перерыв. Напомню, что сегодня мы говорим о ситуации с выполнением, я бы даже так сказал, правил дорожного движения. И через несколько минут вернемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас сегодня здесь в студии начальник отдела ГИБДД межмуниципального МВД Российской Федерации Люберецкая, полковник полиции Илья Викторович Атаманов. И вот, хотя эту тему нельзя, конечно, завершить, но тем не менее, говоря о статистике происшествий с детьми, что у нас сегодня происходит, какая она? Это самая тревожная и самая больная тема на сегодняшний день. Потому что, опять же, выражаясь языком статистики, как мы тут говорили, это неотъемлемый критерий в оценке ситуации. Если в прошлом году у нас было пострадавших, то есть раненых детей, слава богу, не тяжелых, один всего за три месяца, то на сегодняшний день их пять. И я хотел бы даже остановиться. Вот прям, как вы скажете, блиц, блиц – оценка каждой ситуации. И сразу будет понятно, что дети не являются никаким исключением в общей оценке. И модель поведения взрослых, поведение взрослых – это прямое следствие произошедшего. Хочу остановиться, вот первое, на именно трагическом случае, который был, к счастью, не в Люберцах, в соседнем муниципальном образовании. Но он очень характерный. Он прямо показывает все о том, о чем мы говорили. Грузовик, внутридворовая территория. Заблудился. Водитель КамАЗа. Причем мужчина, не то, что там какой-то гастробайтер залетный, пытается освоить просторы Московской области. Параллельные бизнесы, да. Да. Со стажем 30-летним живет в одном из городов Московской области. Человек просто не смог сориентироваться, перекрыли движение. Он едет внутри дворовой территории, пытается найти маршрут движения. Причем едет со скоростью 40 км в час, увидит там объект торговли, принимает решение, что ему надо подъехать к нему и остановиться. В это время практически параллельно машине идет бабушка с коляской. Так. И они параллельно приближаются к пешеходному переходу, который находится на внутридворовой территории. Вот она бабушка, она целеустремленно идет к этому пешеходному переходу. Она не смотрит, что машина все равно едет. Ее задача попасть на пешеходный переход. Ей почему-то кажется, что все остановится в этот момент. То, как с чего мы начинаем. Вот прям вода океана раступится, и все это. А машина не останавливается? Водитель вообще ее не видит, потому что в тот момент, когда она ступает на пешеходный переход, толкая перед собой коляску, она оказывается, водитель очень, особенно грузовиков, понимает, о чем речь. В районе правой фары водитель в 90% случаев не видит, что происходит. На некоторых грузовиках даже специально для этого есть зеркало, оно такое вот с несвойственным поворотом, потому что по правилам дорожного движения водитель виноват. Он при начале движения, обычно эта ситуация происходит при начале движения, когда наши пешеходы или на пешеходном переходе, или где-то там в киселе в пробке пытаются проскочить. Начинает машина движения, происходит трагедия. Вот эта трагедия произошла ровно по этому же сценарию. Не хочу описывать детали, но это вот характерная очень ситуация. Это вот у нас много лет уже не было погибших детей, она, эта ситуация сложилась, случилась в прошлом году. Дальше по нашему муниципальному образованию. Первое. Я почему заостряю на этом внимание? Потому что это все ситуации, они близкие к типовым. Ну да. Ребенок выходит из подъезда, он со своими мыслями, он бывает у нас выходит, бывает заходит, по-разному. Выбегает не глядя, едет, у нас как всегда машина припаркована плотным рядом, значит он выбегает из этой машины на дорогу, которая идет вдоль дома, попадает под колеса. Первая ситуация. То есть ребенок, причем в большинстве случаев родители где-то находятся рядом, они эту ситуацию не отслеживают. Ребенок, к сожалению, те возраста, которые попадают в эти ситуации, они тоже не в состоянии отследить эту ситуацию. Вторая ситуация. Тоже классика. Это была тема моего выступления ноябрьского на то же перед средством массовой информации. Выражаясь обывательским языком, сразу все становится понятно. Чернотрупия. Вот когда мокрый асфальт, люди в темной форме, в темной одежде, в нарушении правил дорожного движения, там без светоотражающих элементов. Дети у нас без светоотражающих элементов. И вот он счастливый, этот человек идет по пешеходному переходу. То же самое. Родственник ведет ребенка маленького. Незначительное повреждение, больше у взрослого коленка, ребенок просто рядом упал, больше испуга было. Но эта ситуация тоже неприятная. Тоже забыли о законах физики, забыли о понимании того, как это должно быть. А светоотражающие должны присутствовать согласно законодательству? Или как? Как сейчас это трактуется? Вы понимаете, тут очень интересно. Я говорил как-то и остановлюсь. Вот в Белоруссии мне очень понравилось. Еще больше 10 лет назад я был в гостях у родственников. И они... Мне понравилось там... Девушка уже выходить на улицу, она возвращается. Подожди, подожди, я не взяла там фликер светоотражающий. А зачем? Говорит, а вот тут нам нельзя ходить без этого. То есть она на сумочку подцепила фликер, потому что там достаточно серьезный штраф. Наш законодатель пошел по более демократичному пути. И у нас эти светоотражающие элементы должны быть за пределами городской черты. Ну, вот как вы понимаете, у нас в Люберцах за пределами достаточно мало. Но когда у нас демисезоннее, когда у нас черная дорога, мокрая, любимый цвет одежды темный, значит, происходит то, что произошло в описанной мной ситуации. Знаете, такой финальный вопрос. Мы, как бы мы там не относились к разным ветвям власти и так далее, но мы все равно всегда верим и надеемся, и к людям в погонах относимся все-таки ответственно и с надеждой. И вот сегодня такой вопрос хочу вам адресовать. А в ком сегодня нуждается ГИБДД? Вот если сейчас нас смотрит молодой человек, он хочет, да, он разбирается в правилах дорожного движения, он хочет сделать так, чтобы в его городе не было у тех страшных происшествий, которые происходят. Он хочет прийти работать в ГИБДД. В ком вы сегодня нуждаетесь? Что это за человек должен быть? Сотрудник, новый, современный сотрудник ГИБДД. У нас и старые соответствуют тому, о чем я сейчас буду говорить. Так. Они сотрудники с высшим образованием, с отменным здоровьем, с четким... Сдают все вот эти ГТО? Безусловно. Все, что необходимо. И поступают только после того, как пройдут оценку их физической подготовленности, психологической подготовленности. Это очень сложная, многоходовая процедура, которая... Ну, поступление у нас не быстрое. Мне иногда кажется, что космонавтами у нас люди быстрее становятся, чем сотрудниками полиции. Особенно у нас по здоровью, так называемая, первая категория. И это не напрасно, потому что, ну, действительно, здоровья надо много, чтобы каждый день находиться в агрессивной среде, атмосферной. Ухлопные газы, солнце, снег. Снег, да, ветер. Да, поэтому вот дальше. Четкое понимание того, что делают наши сотрудники, оно вот настолько вы, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили, настолько система себя уже корректирует, настолько она работает на повышение профессионализма, на обратную связь. Вот, чтобы вы понимали, даже про ту же обратную связь, про правовое государство, про там всевозможные составляющие. До 70 обращений в неделю я рассматриваю через различные источники, то есть там по почте, по электронной, на порталы всевозможные. И мы на них реагируем, принимаем решения. То есть до вас можно достучаться, если что? Нужно достучаться, и это обратная связь, она работает. Поэтому даже если бы наш сотрудник захотел не соответствовать тем высоким требованиям, которые мы предъявляем, которым предъявляет время, система, полиция, у него бы просто не получилось. Просто ведомство от его участия в работе вынуждено отказаться было. И я даже больше скажу, регулярно это и происходит. Но, к счастью, очень редко. В целом, вот система подготовки, сама система работы с кадрами, работа полиции позволяет говорить о том, что работают в ней профессионалы с большой буквы. И как словами кинематографа, говорит, я вот каждый день хожу на работу, это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть. И каждый день их работа – это маленький подвиг. Поэтому, не будучи, не соответствуя тем требованиям, о которых мы здесь говорим, интеллект, стремление к обеспечить безопасность дорожного движения, высокий профессионализм и отменное здоровье – просто этого не получится. Подвиг каждый день просто не состоится. Но тот, кто захочет прийти в органы ГИБДД, двери открыты, да? Через определенные правила, все как положено. Вот сейчас на оформлении у нас находится, в настоящий момент, 7 кандидатов на прохождение службы. У нас достаточно большой коллектив. Кто-то уходит на заслуженный отдых, допустим, в минувшем месяце, по выслуге лет, с почетом, на заслуженный отдых провожаем сотрудников, которые, опять же, у нас надо понимать, что у нас выслуга достаточно рано наступает, то есть человек право на… Агрессивная среда. Да, да, да. Там много можно рассказывать, почему нужно здоровье, почему это происходит. Но очевидно, что 40 лет человек может уже уйти, уходит, причем, говорит, я вот, я понимаю, что я могу еще реализоваться где-то там… Ну, в другом праве. Да, в другой отрасли. В эфире, да, да. Но, конечно, в большинстве своем люди дослуживают до предельного возраста, потому что если ты становишься профессионалом, вот, то служишь Родине и своему делу до конца. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Да, это был Илья Викторович Атаманов. Мы с вами поговорили на тему ситуации в городском округе Люберцы, работы службы ГИБДД, прежде всего о том, что мы с вами как пешеходы, правда, действительно, иногда ведем себя как-то очень странно. Поэтому сейчас у вас есть возможность пересмотреть этот эфир и прислушайтесь к тому, что говорил наш гость. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!